Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Сегодня у нас нетрадиционный видеообзор, а скорее короткий видеомануал, в котором мы постараемся ответить на вопрос наших клиентов, для чего на большинство милитари часов и дайверских часов делается вот подобный вращающийся лимб. Итак, поехали. Этот лимб называется Безелем. Не путать с Базелем. Многие почему-то его именно называют Базелем. Хотя Базель это швейцарский город, где ежегодно проходит часовая выставка. Итак, штука называется Безель. Создана она была еще до появления электронных секундомеров и служила инструментом, простейшим инструментом отсчета времени. В первую очередь использовалась она пилотами-штурманами, во вторую очередь водолазами. И если пилотов-штурманов у нас в мирное время сейчас крайне мало, то дайверов достаточно приличное количество, и поэтому в качестве вспомогательного инструмента к дайверскому компьютеру можно использовать еще и этот механизм. Итак, давайте, наверное, начнем рассказывать и показывать. В первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание, что перед использованием Безеля потрудитесь прочитать свой мануал. Дело в том, что многие часовые компании пренебрегают военным стандартам, которые обязывают делать их Безель, вращающимся как вправо, так и влево. Поэтому, чтобы не свернуть голову своим часам, читайте мануал. Например, компания Luminox в своих базовых моделях делает Безель, вращающимся против часовой стрелки. Окей, разберитесь в первую очередь с этим. Во вторую очередь уже можно будет применять сам механизм. Итак, допустим, вы дайвер. И перед погружением на брифинге вам сообщили, что отводится, давайте скажем, 35 минут. Чтобы не держать в уме время погружения, допустим, 5 часов 10 минут, как у нас сейчас, и судорожно прибавлять в приступе киссонной болезни к 5 часам 10 минутам 30 минут, и пытаться вспомнить в киссонном угаре, что без 26 вам нужно вылезти, собственно, на поверхность, вы можете сделать следующим образом. Установить Безель вот таким образом, соотнеся нулевую точку с минутной стрелкой. И, соответственно, теперь вам не нужно будет помнить время погружения. Вам нужно будет помнить только А, что вам отведено 30 минут. Итак, мы смотрим на минутную стрелку, смотрим на лимб, который градуирован в соответствии с минутной стрелкой. То есть здесь указаны минуты. И помним, что нам отведено 30 минут. Наш ориентир – вот эта отметка. То есть при приближении к 25-26 минут нам, собственно, нужно было вспомнить, что нам необходимо подняться на поверхность или, если вы милитарий человек, военный, закончить некую операцию военно. Есть компании, например, немецкая LACO, которая градуирует лимб ходом от обратного. То есть в данном случае у нас идет 5, 10, 15 минут, там идет от обратного. То есть здесь 55, 50, 45. И к окончанию операции или дайвинга, собственно, минутная стрелка приближается к нулевой отметке, тем самым символизируя о том, что времени остается у вас все меньше и меньше. Кому-то нравится классический лимб, кто-то остается привержен самому хода от обратного. Выбирать вам. Многие милитари, производители милитари часов снабжают поворотный лимб, еще и светящийся третемной точкой. Это, в принципе, достаточно удобная штука, которая позволяет пользоваться при дайвинге в сумерках или же, например, в темное время суток при неких наземных операциях. Это, условно говоря, хотя бы время в поезде посмотреть ночью. То же дело. Еще один важный момент, который следует отметить, если вы достаточно активный дайвер на теле, или хотя бы просто любите побултыхаться, не снимая часов в соленой морской воде, не забывайте после купания споласкивать их, поворачивая лимб в пресной воде. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы морская соль не забила эту шкалу, которая потом будет с трудом сдвигаться и тем самым приведя ваши часы в негодность. Ну, собственно, я надеюсь, что вот в этом коротком ликбезе мы постарались ответить на вопрос, для чего эта штука, которая при вращении вот так вот интересно и забавно щелкает. Спасибо вам большое за внимание. Я напоминаю вам, что в магазине Gorillaz.com.ua вы можете найти часы, военные часы от компании Luminox. Ждем вас в нашем магазине. Еще раз благодарю вас за внимание и всего лучшего. До свидания. Продолжение следует...